ну что всем привет у нас сегодня очередная встреча была такая пауза определенная в этих встречах потому что но были технические накладки путешествия перемещения вот сейчас опять к счастью есть такая возможность нам встречаться в режиме онлайн и продолжать беседы размышления на различные темы касающиеся даотской традиции даотского учения даотской практики а также ее связи с нашими потребностями всеми вопросами которые возникают в отношении различных ее сторон связи и с психологией с медициной с другими направлениями человековедения и вообще понимание природы которые существуют современной культуре традиционной культуре для того чтобы просто ну как бы создавать еще одно еще одно дополнение к тому семантическому полю которая постепенно формируется вокруг вот этого феномена учение о дао и сегодняшняя тема она тоже возникла исходя из вопросов то есть когда люди начинают заниматься даотской практикой они ищут в интернете они слушают друзей или экспертов о том где лучше заниматься где лучше изучать даосизм какие даотские школы являются истинными какие являются ложными и очень часто звучит понятие традиционная школа традиционное учение которое как бы считается ну что ли истинным или заслуживающим доверия а вот и в то же время есть его антагонист этот новодел новодельные школы которые имитируют ну что ж на 1 отдельно это возникшие относительно давно которые имитируют традицию а вот и тут можно очень сильно запутаться потому что в чем разница между истинными традиционными школами и в чем в чем действительно могут быть их имитации имитации традиции вот что для себя выбрать кому доверять возможно надо как-то ориентироваться на одежду возможно как-то нужно ориентироваться на слова или на какие-то документы которые существуют в летописях о тех или иных школах вот с этим вопросом попытаемся сейчас немножко разобраться опять же ни в коем случае они претендуют какую-то истину да скорее тоже вопросы которые я сам себе задавал на пути допуском и задаю по-прежнему и как следствие пытаюсь найти для себя ответы что является истинная школа и что является традиционной школы в чем суть традиция в чем суть инновации связано с традициями потому что новодел и инновации не есть одно и то же вот попробуем сейчас немножко вот мы в эту в эту сторону посмотреть и об этом поговорить ну во первых важно в принципе понимать что есть традиция что есть традиционная что есть традиционализм и так далее то есть это вообще само слово но приходит нам как многие слова из латыни традицию что значит передача сама по себе традиция вот само понятие традиция есть передача вот если раскрывать смысл этого слова то традиция включает в себя набор ценностей знаний навыков которые передаются из поколения в поколение и сохраняются социальных группах в течение длительного времени то есть это нечто некий набор ценностных ориентиров ценностей человечества человеческой культуры знаний и навыков которые передаются из поколения в поколение таким образом смысл суть задача традиции есть накопление сохранения и трансляция этих самых ценностей знаний опыта и норму поведения в человеческой культуре по сути дело традиция является основой человеческой культуры в отсутствие вот этой способности накапливать и передавать знания из поколения в поколение культура просто-напросто не существует поэтому к традиционным знаниям есть вот такое вот уважительное отношение надо сказать что традиция традиция является наиболее устойчивой во первых а вторых стереотипная частью культуры то есть устойчивость и стереотипность неизменность передачи является ее характеристикой опять повторяю задача традиция есть накопление сохранения опыта человечества для того чтобы передавать его из поколения в поколение поэтому она является устойчивой и во многом является стереотипной то есть неизменность и вот что интересно по поводу традиции по поводу вообще постижения традиционных знаний что что в традиции вообще-то не столько изучают сколько в нее посвящают когда мы говорим посвящение в традиции это довольно интересный феномен мы можем увидеть совершенно в разных аспектах культурной жизни людей ну например посвящение в студенты в университетской среде например посвящение в школы там каких-нибудь значимых искусств художественных школу боевых искусств посвящение в религиозную традицию христианскую традицию исламскую традицию везде есть некий акт посвящения потому что особенности передачи традиции является то что она постигается вне рационально то есть это такое целостное погружение в некую область уже коллективного знания которая вот передается целостно и вне рационально а потом постепенно раскрывается внутри человеческой личности человека и соотносится с его собственными ценностями так традиция постигается вне рационально символически и благодаря этому она способна организовать отдельных индивидуумов в единое целостное сообщество и традиция не может быть сведена к частному мнению одного человека это особенность традиции очень интересно что когда мы как индивиды а сейчас время индивидуализма во многом современный мир очень сильно организован ориентирован на индивидуальное мнение каждого человека и это важно когда мы для меня это ценно вот мы занимаясь например психотерапевтической работе часто апеллируем к ценностям конкретного человека он ведь для меня ценно вот это для меня ценно вот это я выбираю вот это я выбираю вот то сейчас такой объем знаний такой объем информации которые приходят и чеку сложно в этом разобраться безусловно так или иначе этот навык соотносить со своим внутренним стержнем со своими собственными ценностями является очень важно но когда на этапе выбора чек ту или иную традиционную область знаний для себя ну для себя выбирает как не как некий путь дальнейшего развития постижения узнавания это действительно его индивидуальное решение но в момент входа в эту традицию он как бы растворяется он как бы открывается в нерационально символически всему тому потоку знаний ценности которые в этой традиции существуют и уже потом на моменте раскрытия моменте реализации этой традиции через свою собственную индивидуальную жизнь так и значит все равно каждый из индивидуумов становится перед вопросом выбора насколько это соответствует насколько эта традиция соответствует тому образ жизни которой я живу вот этот момент диалектического единства индивидуального и традиционного является частью человеческой жизни частью танца который мы проживаем в социуме и в той или иной культурной среде так или иначе когда мы находимся в культурной среде мы являемся частью этой среды мы согласуем эту среду эту традиционную культуру со своим индивидуальным и персональным переживанием но традиция она не может быть сведена в частном мнению одного человека на то она и коллективная традиция на то она является тем скрепом который соединяет различных индивидуов в групповую целостность и надо сказать что у каждой традиции есть ядро суть ее которая заключается в ценностях и связанных с ними знаниях навыках внутренних который человек постигает когда он посвящается в ту или иную традиционную культуру и с другой стороны есть внешняя сторона но назовем его обрядовость его за это задача этой обрядовости есть отра есть отражение вот этих внутри них ценностей и знаний и облегчение и облегчения символического доступа к таковым то есть когда мы говорим об обрядовости она и мы уже много об этом говорили раньше на наших беседах обряда вас задач обрядовости не сама То есть обрядовость не является самоцелью, она является способом символического доступа вот к этому ядру традиций. И если мы говорим о, например, одежде обрядовой, то всегда одежда символическим образом нас соединяет с теми ценностями, которые есть внутри традиции. Ритуалы, которые традиция имеет снаружи в виде формы, все задачи этого ритуала привести человека к ядру традиции, к ценностям, знаниям и навыкам, которые она в себе содержит. Если же обрядовость открывается от этого ядра, то тогда, по сути дела, она не является уже пустой формой. И такое часто случается, когда люди, например, развивают очень красивую, пышную, внешнюю обрядовую сторону, например, в ряде религиозных традиций, которые требуют такой внешне привлекательной стороны для того, чтобы соединить как можно больше индивидов в единую целую общность. И это, с одной стороны, важно и значимо, но, с другой стороны, часто за счет вот этого расширения поля привлекаемых индивидов традиция теряет самое главное – свое сердце, которое и является ее сутью. И люди, совершая те самые стереотипные действия, повторяя стереотипное поведение, часто могут терять связь с тем, что лежит внутри этой традиционной культуры. Поэтому очень важно, что внешняя форма традиции, обрядовая сторона традиции обязательно должна сочетаться с ее ядром, с ее сердцем. И наоборот, сердце, очень часто сердце традиции, знания традиции могут использовать внешнюю обрядовую сторону для того, чтобы стать более привлекательной, не то, что даже привлекательной, чтобы облегчить доступ. И соединить людей через символизм этой обрядовой стороны. Вот это тоже очень важный момент, потому что, когда мы говорим о имитации традиции, то она может происходить на разных уровнях. И один из самых частых уровней имитации традиции – это, ну, скажем так, уже не обрядовость, а когда мы говорим «ряженые». Когда люди рядятся в те или иные одежды, не понимая, зачем они нужны, или повторяют те или иные формы поведения, не понимая, к какому состоянию это символическое поведение должно привести. Поэтому очень важно понимать, что стоит за вот этой внутренней составляющей. Как часто говорят, если одеться в одежду буддиста, это не значит, что ты обретешь сердце буддиста. Если одеться в одежду даоса, не значит, что ты обретешь сердце даоса. Конечно, сердце даоса – это самое главное. Сердце даоса, которое одет в мирскую одежду, много значимее, чем сердце, одетое в даосскую одежду. Но когда эти вещи соединяются, то люди способны друг друга поддерживать. Когда мы узнаем по внешним символам единомышленников или последователей какой-то одной единой традиции, то это является, конечно, поддерживающим фактором. Поэтому всего есть своя сторона. Своя сторона светлая, своя сторона теневая. И когда мы это хорошо понимаем, то это дает нам возможность более грамотно совершать выбор. Итак, когда мы говорим о какой-то школе, о линии передачи школы, которая, ну вообще какой-то школе, которую мы можем назвать традиционной, то у этой школы должно быть как минимум три определенных признака. Первый признак – это преемственность. То есть знания должны передаваться из поколения в поколение, от учителя к ученику и далее. В ядро этих знаний остается практически неизменным. То есть ядро традиции остается неизменным. Оно передается дальше. Итак, преемственность – это один из важнейших факторов традиционной школы. Потому что, как вы помните, само название традиции – это передача знаний из поколения в поколение. Второе. Традиция должна быть признана. То есть традиционным является только то, что признается. Потому что если я, если, ну, некие ценности, которые постулирует один человек, или там группа из двух человек, она никоим образом не разделяется большим сообществом, то вряд ли можно назвать это традиционным. Итак, это должно быть признанное знание. Преемственность – первое качество. Второе качество – это признание. И третье качество – это наличие не менее чем трех поколений передачи. Вот когда мы говорим о том, что школа может называться традиционной, то, как минимум, от момента ее образования должно пройти три поколения. И первое поколение – это патриарх. Кстати, патриарх называют именно того, кто является отцом-основателем данной конкретной школы. И потом еще, как минимум, два поколения, через которые передаются эти знания, и которым передаются эти знания. Эти знания выживают, эти знания продолжают давать свои плоды и проверяют со временем. Итак, еще раз. Три признака традиционной школы – это преемственность, признание, наличие не менее чем трех поколений передачи. Вот если мы видим какую-то школу, называется традиционной, и мы смотрим на то, что эти знания были там сформулированы, или постулированы вот таким-то патриархом, они признаются в большинстве людей, которые там следуют ему, или в параллельных школах. Они передаются из поколения в поколение не менее чем в трех струпенях, то есть в трех поколениях. Мы говорим, да, эта школа может действительно называться традиционной. И любая традиция, задача которой является сохранение, никогда не могла бы по-настоящему выжить в этом парадокс, диалектический парадокс, который отражен в единстве двух сил и нян. Да, ни одна традиция не могла бы выжить без инноваций. Потому что инновация, задача инновации, это развитие. Само слово инновация тоже происходит от латинского слова новацию, что значит обновление, изменение, а приставка in, инновация, это направление, то есть в направлении изменений или развития. Вот, то есть это инновация, это то нововведение, которое уже внедрено или внедряемо, и которое соответствует актуальным социальным и культурным потребностям группы людей. И поэтому задача инновации, это развитие и отклик на потребности современности. Итак, традиция отвечает за сохранение, инновация отвечает за развитие, и они сосуществуют друг с другом. Надо опять же сказать, что практически все традиции когда-то были инновациями. Эти инновации были проверены временем и показали свою эффективность, поэтому стали достойны того, чтобы сохраниться в культуре в качестве традиционных знаний. Традиции не возникали из ничего, они всегда возникали из инновации. Поэтому вот эта вот связь и танец между традицией и инновацией является важнейшей частью человеческой культуры. И вот как взаимодействуют традиции и инновации? Ну, естественно, традиционные знания всегда достаточно консервативны. Люди, традиционалисты и ряд людей, чисто исходя из особенностей личности, они так склонны к традиционным ценностям, к таким, знаете, фундаментальным традиционным ценностям, и они очень скептически относятся к инновациям. Потому что отражают вот особенность традиции. Традиция пытается проверить любое нововведение на то, насколько действительно ценно или полезно. Поэтому любая традиция сначала сопротивляется инновациям. И в этом сопротивлении, ну, как может почувствовать новаторы, есть некая негативная сторона традиционных знаний. На самом деле это просто то, это просто та ее особенность, которая позволяет проверить и отобрать те новшества, которые действительно будут полезны группе. Потому что, ну, безусловно, выживают не все, как бы, мутации человеческой культуры, а только те, которые жизнеспособны и которые помогают развиваться и жить человечеством в согласии с естественными законами природными. Итак, сначала это всегда сопротивление. Потом в какой-то момент, если это сопротивление преодолевается, если новшество, тем не менее, интересует какую-то группу людей, происходит некое параллельное сосуществование. Вот есть традиционные знания, вот есть параллельное развитие неких инноваций, и они как бы присматриваются друг к другу. Ну, обычно традиция присматривается к инновациям, а инновации, так это, ну, скажем, в подростковом таком режиме, иногда протестном, иногда наоборот, попыткой что-то доказать, они активны в поиске своего места под солнцем человеческой культуры. Итак, это сосуществование, сосуществование вторая стадия. Постепенно, если в процессе этого сосуществования новшества дают свои результаты, они потихонечку, потихонечку начинают, ну, скажем, признаваться традицией, и появляются такие компромиссные формы, которые там называются палеации, да, или смешение традиционных знаний и инновационных введений. Итак, вот этот момент смешения, образование палеации, компромиссных форм является тоже очень важным этапом, когда традиция как бы вбирает в себя инновацию, и уже как только эти инновации передаются, опять же, уже потихонечку, из поколения в поколение, вместе с другими знаниями, и они проходят испытания тремя поколениями, мы можем сказать, что вот такая вот инновация становится уже традиционным знанием, становится традицией. Она сливается с традицией и превращается в традицию. Поэтому вот такая диалектика этих отношений, инноваций и традиций, и без двух этих составляющих человеческая культура не могла бы развиваться, как автомобиль не может ехать без газа или без тормоза. Вернее, он, конечно, может ехать без тормоза, но, скорее всего, разобьется, но без газа он даже не тронется, хотя и будет, может быть, находиться в некой безопасности. Так вот это вот инь-ян, человеческая культура, представлена такими двумя большими тенденциями. И это касается культуры вообще, естественно. Это касается культуры отдельных народов или очагов культуры, которые возникали в различных местах. Европейская культура, которая развивается в Греции, ее точка развития, это Греция. И, конечно, это касается и даотской традиции. Но в данном случае мы, и те, кто здесь собрались, так или иначе связаны с изучением доосизма, как одного из феноменов человеческой культуры. И, как мне кажется, этот феномен сейчас очень актуален, потому что ценности доосизма очень сильно отличаются, отвечают, как мне кажется, потребностям современного человечества. Недаром вот сейчас организована Всемирная Федерация доосизма. И те ценности, которые она вывегает, это бесконфликтное развитие человечества, бесконфликтное внутри культур, которые человечество образовало, внутри или между людьми и другими формами жизни на Земле, то есть природой, эко-конфликтами или эко-катастрофой. То есть для доосизма вот это бесконфликтное развитие, вернее, само по себе развитие не может проходить без конфликтов, потому что, как мы уже говорим, любая инновация, она так или иначе изначально конфликтует с традицией. Это видно в природе, когда, например, зимний сезон сменяется, весенним сезоном это приводит к определенным катаклизмам природы. Но вот вопрос, как себя вести, чтобы проходить эти катаклизмы без разрушения, а на этапе развития и созидания, зная их особенности, потому что точно такие же катаклизмы существуют и в человеческой культуре, которая развивается, и в процессе развития она может вот эти конфликты проявлять в виде войн, а может в виде определенных прогрессивных взглядов. Часто можно сказать, что феномены человеческой культуры, человеческой культуры, они могут способствовать вот такому, скажем, прогрессивному развитию, либо приводить опять к регрессу и к более, скажем так, примитивным формам решения этих конфликтных ситуаций в виде войн, насилия, уничтожения, что уже входит в достаточно сильный диссонанс с теми ценностными ориентированиями, которые у человечества существуют. Поэтому мне кажется, что момент более активного распространения на сегодняшний день очень актуален в времени. Актуален в времени и очень здорово он резонирует и с экологическими ценностями человечества, и с вопросами современной психологии, и с пониманием современного здоровья, человеческого здоровья, и во многом с самыми передовыми исследованиями естественных наук, таких как физика. Поэтому вот деосизм, который привносит некий мета-язык понимания места человека в мире и привносит роль, позицию человека в процессе бесконечных этих изменений и трансформаций природных, мне кажется, это такая ценность, которая может влиться в общечеловеческую культуру как таковую. И если уже, опять же, мы говорим о даотской традиции, хотелось бы процитировать учителя четвертого поколения школы Лаутан Мэйцзиана в переводе Виктора Константинова. Как он описывает даотскую традицию? Понятие традиция указывает на то, что это не является словами некого человека, школы или семьи. Жан-Будуан в главах «Опразделение истины» сказал, «Слова десяти тысяч канонов бессмертны и идентичны». Особенностью традиции как раз являются идентичные слова. Наука и совершенствование истины внутреннего эликсира, начиная от медицины и для узкой и конфуцианской семей, в процессе реального опыта сформировала незаменимую целостную теорию, которая в итоге стоит в особенной системе взаимного перекликания неба и человека. Содержание этой теории включает такие понятия, как уцзи, тайцзи, иньян, усин, сисян, багоа, а также дао. Дао рождает одно, одно порождает два, два порождает три, а три рождает все следующее. И так, вплоть до полного слияния вселенной и тела человека. Поэтому тело называют малым небом и землей. Этой особенной системой обладает каждый человек. Это и есть традиционный взгляд совершенствования истины внутреннего эликсира. Вот такое определение дает один из четырех школ Лаэйтан, моих детям. И попробуем мы немножко с этим разобраться. Что же мы можем назвать традиционной даосской школой, традиционной даосской культурой и каковы ее ключевые и главные признаки. если мы выбираем школу или метод совершенствования связанный с даосской традицией, с даосскими знаниями. Итак, первая важная особенность даосской традиции является то, что она взялась ни из ниоткуда. Она является естественным развитием вообще-то общекитайской традиционной культуры. А общекитайская традиционная культура, китайская традиционная культура это очаг развития культуры на Дальнем Востоке, который сыграл огромную роль в формировании общечеловеческой культуры, коренится в мета-языке книги перемен. И этот мета-язык служит для описания мира, устройства мира, причем динамического устройства мира и роли человека в этом мире. Поэтому книга перемен привносит такие ключевые базовые представления, как Удзи, на русский язык чаще всего переводят как беспредельное, отсутствие предела, отсутствие каких-то границ, единое, великий предел Тайдзи, две силы, которые проявляются с этого предела, это инь-ян, четыре образа, си-сян, пять переходов, вусин, багуа, восемь, триграмм и так далее, так далее, так далее. То есть это система, которая описывает единство и взаимоотклик неба, земли и человека. Вот это уникальное системное описание мира, в котором есть и символическая составляющая, и математическая составляющая, и за счет символизма глубоко психологический отклик на описываемые процессы, глубокий личный отклик на описываемые процессы. Поэтому истинная даосская традиционная школа обязательно коренится в этом системном понимании мира, которое представлено в книге перемен. И если мы говорим, что мы хотим изучать традиционную китайскую культуру, и хотим изучать традиционную даосскую культуру, и мы идем в даосскую школу, то понимание, углубление своего понимания книги перемен является важнейшим фактором, скажем, формирующим вот эту мировоззренческую позицию человека, потому что оперирование позволяет быть довольно успешным и хорошо ориентироваться не только в понимании организации внешнего мира, но и на пути внутреннего совершенствования, потому что этот метод язык используется практически для описания всех процессов. Итак, корень даоссской настоящей школы это книга перемен. Если вы приходите в школу, в которой этого корня не прослеживается, нет глубокого понимания процессов описываемых в книге перемен, нет глубокого изучения, то скорее всего и корень в этой школе не глубокий. Если же вы видите, что каждый раз представители той или иной школы адресуются к этим понятиям, глубоко изучают их, видят их или апеллируют к ним в процессе практики, практических методов, то скорее всего этот корень действительно истинный. И это общее для всех даосских школ. Для всех даосских школ укоренение в книге перемен является важнейшим фактором. Дальше стержень, корень, то есть стержень, ствол или опора даосской традиции, традиционных даосских школ это три драгоценности. Они сформулированы в настоящий момент как единство трех драгоценностей дао, учение и учитель. То есть дао, дзинь и ши. Итак, дао. Понятно, что дао это что-то, что лежит в основе самого названия даосской традиции. Это некое трансцендентное понятие единой целостности мира, неразделимости единого кома, как Джоан заописывает, неразделенного мира, единой ху-ню-ан-си, изначальной ци, которая есть субстрат всего сущего и которая является, ну, которая следует естественным законам, в нем, в ней самой заложенной. То есть есть разные слова, с помощью которых можно описывать вот это неописуемое, потому что подобно тому, как физики пришли к реальности микромира, квантового мира и поняли, что невозможно описать его привычными нам словами, потому что он непостижим посредством тех слов, которым мы видим реальность, ну, скажем, уже макромира и поэтому либо описывается символически, либо описывается математически. Также и даосы или лаузы говорят, ну, как бы через силу назову это дао, потому что другого слова нет. Ну, или есть другие слова, неважно, какими мы словами не описывали, но вот то, что описывает дао, является чем-то запредельным, но определяющим все. Оно находится за пределами, но в итоге определяет все сущее. И здесь действительно интересно, как представление дао резонирует во многом с современными научными исследованиями или, например, с представлением о бессознательном осознании, потому что бессознательное то и бессознательное, что мы никак не можем его осознать, но мы осознаем его по косвенным признакам и через символический язык мы можем судить о нем. Так же, как по косвенным, математическим или на уровне косвенных признаков физических опытов или посредством математических формул мы можем судить о том, как устроен микромир, основа бытия, основа мироздания. И вот эта вот ценность Дао, драгоценность Дао как основы всего, а вместе с Дао как сущностью, мы говорим о его функции Д, то есть вот этой благой силы Дао, которая все порождает и все вскармливает, вот это вот соединение Дао и Д, является базовой, ключевой драгоценностью, которую разделяют все Даосы. Причем это, чуть попозже об этом поговорим, это не просто на словах делается, более того на словах это имеет мало смысла, когда мы говорим о том, что мы в своей жизни стараемся согласовать, быть согласованным с естественным законом Дао, это значит, что мы следуем естественным законом природы и посвящаем себя, подобно Дао проявляющим Д, мы посвящаем себя помощи всему живому. Причем это не просто, это не моральные вещи, это естественный процесс трансформации человека, постигающего свою подлинную природу. Поэтому мы говорим о том, что истинный Даос, он не столько словами это передает, сколько своими действиями, сколько своими поступками. Поэтому вот эта драгоценность Дао является ключевой, но в то же время непостижимой напрямую. И поэтому вторая, вторая драгоценность называется Дзин. На русский переводится часто как учение, но по сути дела это трактаты, которые одновременно, ну вот этот иероглик Дзин, он значит трактат, описывающий фундаментальные основы, некие фундаментальные знания. И в то же время это дорожка, по которому мы, по которому мы, по которому проявляется Дао, и по которому мы можем пойти к Дао. Потому что даже вот процесс даосского совершенствования, как называется Сю-Дао, исправление себя, чтобы согласоваться с естественным законом Дао. Учение Дзин, это с одной стороны набор тех текстов, которые существуют, эти тексты, опять же, традиционные, они общепризнаны. Одно из них мы сказали, это книга-перемет, в различных ее трактовках, комментариях, и так далее, и так далее, но тем не менее, это фундаментальный базовый текст. Мы также говорим о, например, трактате желтого оператора внутреннем, как базового текста, который описывает путь здоровья человека, который живет согласие с Дао. Или инфудзин, это канон секретной печати, который описывает связь человека и неба, то есть, взаимный отклик неба и человека. Ну и, конечно, дао-де-дзин, это текст, который вообще, в принципе, постулирует путь человека в согласии с Дао как путь мудреца и путь правителя. Две стороны, путь мудреца и путь постижения себя и путь служения. И так далее, и так далее. Дальше, после этого появляется множество других текстов, которые раскрывают эту идею. И это есть вот те самые каноны, есть уже там на них комментарии, есть уже более, ну, скажем, конкретно тексты, признаваемые в различных школах песни, о том-то, о том-то, о том-то, но, тем не менее, они все выходят корнями оттуда. Нет ни одной школы Даос, которая бы не признавала Даудзин, которая бы не признавала Инфудзин, которая бы не признавала Эдзин и так далее. То есть, там основа, которая потом раскрывается различными учителями, различными линиями, различными, ну, скажем, ответвлениями Даосских школ в тех или иных форматах. Но корни у всех в этом учении. И опять же, как дальше, как мы уже автоматически переходим к следующей третьей драгоценности Учитель Ши или Ши Фу. Учитель, как отец, который передает знания, который позволяет правильно понять, что же в этих трактатах таки написано, потому что, когда мы просто подходим к такому трактату, начинаем читать, то это кажется совершенно запредельным языком, имеющим еще мало отношения к действительности. Именно учитель является тем, важнейшим звеном, который позволяет раскрыть смысл учения и дать методы, позволяющие эти учения конкретно воплотить в моей жизни. Если этого нет, то учение естественно это мертво. Итак, любая даосская школа, она принимает эти три драгоценности. Это дау, учение, о дау, которое позволяет раскрыть суть дау, трансцендентную суть дау, посредством определенных смыслов и методов. И у учителя, который эти смыслы и методы непосредственно передает из поколения в поколение. И опять же, конечно, вот с учителями, которые передают из поколения в поколение, могут быть разные вопросы. Опять же, мы уже в одной из наших бесед говорили о признаках истинного учителя, ложного учителя, но иногда может так случаться, что линия преемственности, это важный фактор традиционной школы, линия преемственности учителей, она может подделываться, она может теряться, она может имитироваться, довольно сложно проследить всю линейку, хотя это важно, отчасти ученые, историки, исследователи традиции, они работают над восстановлением истинных линий, но зачастую важнейшим фактором истинной передачи линий является не только письмена, которые внесены куда-то, что такое-то, является еще никакого-то, а именно глубокое понимание учения и передачи методов, которые позволяют это учение воплотить в жизнь, и потому, как выглядит и ведет себя сам учитель, он смог ли он это учение воплотить в своей жизни, и то, как он передает знания, и как его ученики смогли или не смогли на самом деле это все воплотить в своей жизни, можно тоже судить о быстренности передачи, потому, что зачастую мы можем закопаться в архивах и искать, действительно ли этот человек существовал, или так ли он передал, или не так передал, но мы сейчас можем сказать, что в каком-то участии в университете, изучая историю, или медицину, или психологию, или юриспруденцию, мы можем увидеть сотни студентов, и каждый из этих студентов будет иметь разные качества, разные способности, конечно, в традиционных школах знания передаются более выборочно, и учителю очень важно находить тех людей, которые способны принять знания и передать их дальше, это тоже, это очень важное качество, способность принимать знания, и способность их передавать дальше, но вот, тем не менее, все-таки самым главным критерием является не только описание линии преемственности, но и способность метода, которые передаются, и ценности, которые передаются в этой линии, воплотить свои собственные жизни, и передать ученикам, которые тоже способны сделать то же самое, и так, вот это является стволом, стержнем даосской традиции, и так, первая корень книгоперемен, вторая опора, три дакоценности, да, учитель, учение, учитель, сущность, сущность даосского учения, это самосовершенствование, тут можно сказать, что даосизм невероятно полиморфное образование, и мы можем видеть огромное количество различных искусств внутри даосской традиции, это искусство медицины, это искусство предсказаний, это искусство не знаю, организации пространства фэн-шуэ, это искусство фашу, даосской магии, или даосского ритуала, это большое количество различных искусств, которые культивируются внутри вот этого феномена даосского учения, но сущность это путь совершенствования и возвращение себя к дау сюда и это не просто совершенствование, это парное совершенствование син и мин то есть совершенствование син и мин именно критерий парного совершенствования является ключевым и важнейшим фактором подлинной даосской передачи Если мы видим школу, в которой совершенствуется только син, и не совершенствуется мин, скорее всего, это какая-то неполная передача учения, либо это нетрадиционная доводская школа. Лид тоже самое может сказать о мин. Если мы видим совершенствование мин без син, то это, как сказал Людмин, как будто смотрится в зеркало, в котором не видно отражения. Итак, опять же, тут мы сразу приходим к пониманию, что есть син и мин. Поэтому в традиционной даосской школе, в традиционной даосской традиции должно быть ясное понимание, что такое син, мин. Потому что часто можно услышать в так называемых новодельных школах, что син, мин это совершенствование психики и тела. Что, конечно же, невероятно упрощенное понимание. Конечно, для западных людей оно самое понятное. Когда мы совершенствуем тело и в то же время совершенствуем свое сознание, и это все целостно. Конечно же, даосское понимание син и мин намного глубже. И, наверное, этому тоже можно посвящать множество бесед, вопросов, ответов, изучения текстов. И самое главное, непосредственной практики, которая лежит в основе вот этого парного совершенствования. Но когда мы говорим о син, это, конечно, не наша личность, что часто понимается под психикой. Это как раз, наоборот, наша подлинная природа, которая является отражением подлинной природы всего сущего. И в нас она имеет свое собственное проявление. Она проявляется через изначальный дух. И как раз наша личность, наш дух познающий, он скорее является препятствием для контакта. Не скорее, он является препятствием для контакта с нашей истинной природой. И путь совершенствования син лежит через плавку своего индивидуального сердца. И эта плавка индивидуального сердца заключается в усмирении его, в успокоении его, в постепенном успокоении собственных желаний и страстей, которые позволяют этому сердцу стать спокойней, затихнуть. И тогда дать возможность открыться истинной нашей природе, то есть нашей истинной основе, которой мы и являемся. И уже оттуда, из вот этого переживания себя и истинного, собственно, и происходит дальнейшее совершенствование. А мин, это сам ероглиф мин подразумевает вирку, которая приходит с неба, и человек его принимает. Это как бы наша судьба, это уровень жизненности. И этот уровень жизненности, безусловно, проявляется в здоровье нашего тела, в нашей форме, в которой мы себя проявляем. Но одна из метафор, не знаю, удачная она, неудачная, во многом она из буддизма приходит, это свеча, которая подразумевает некую форму, воск, фитиль, и количество этого воска, количество этого, повторяется всего лишь метафора, она не отражает всей глубины понятия синьмин. Но, тем не менее, это нечто, на чем может проявиться огонь. Пламя огня, она не предложит ни одной свече. Это феномен, но в то же время он проявляется через свечу. И так, вот это вот соединение синьмин, которое является, по сути дела, ну, повторяю, свеча, это вполне себе такой относительный образ. Потому что, по сути дела, синьмин есть суть одной, она исходит из единого корня, из единого корня Дауэ. Суть Дауэского совершенства – возвращение синьмин к единому. То есть, мы говорим об, о духотворении, не знаю, нашего, нашей жизненности, и нашего, там, тела, нашей формы, и наоборот, о воплощении нашего духа. Вот, возвращение к единому, к единой сути, которая является, вот, основой бытия. Вот, а применение Дауэской традиции – это всегда служение благу всего живого. Это всегда служение благу всего живого. Почему? Потому что в этом особенность Дауэ. И все те методы, которые, все те искусства, которые культивируются в Дауэской традиции, если это настоящая традиционная школа, они должны быть посвящены служению всему живому, на благо всего живого. Потому что такова суть Дауэ. Потому что, потому что Дауэ через себя постепенно воплощает самоедау, поэтому следует ему, и поэтому служит всему живому. То есть, он действует на благо всего живого, используя для этого различные искусства. Если же эти искусства используются для личной выгоды, для формирования какой-то особенной своей сверхспособности, сверхсилы, успешности и всего остального, мы можем сказать, что это не совсем коренная традиционная Дауэская школа. Это скорее такая школа с боковыми вратами, которая использует вот эти вот цветки на дороге, спецэффекты, и на этом и останавливается. Что касается обрядовости, то она может разниться, но она в различных школах, но опять же, сущность этой обрядовости, это то, что я сейчас перечислил, она должна соединять нас с ценностями, ну как бы сигнализировать об этих ценностях. Например, очень часто на Дауэской одежде мы видим триграммы, символически изображенные триграммы, которые нас отсылают или которые нас возвращают к метроязыку книги «Перемен». Мы видим в обрядовости очень большое уважение к текстам, изучение текстов и к учителю, почтительное отношение к учителю и к ученикам, этому уделяется очень много значений. Мы видим определенные практики, которые, или там не только практики, но и сама форма, единство, противоположности, син, мин и так далее, и так далее. То есть обрядовая сторона, она отражает суть того, что лежит в основе Дауского совершенствования, а не оторванное от него. Поэтому если вдруг кто-то начинает сильно, скажем, фантазировать на том, давайте поменяем вот эту часть одежды, давайте добавим вот такой ритуал, это может соответствовать потребностям современности, а может и не соответствовать. Но самое главное, ведет ли это к пониманию ядра и сердца довольской традиции. И в этом смысле, конечно, обрядовость тоже меняется, она действительно была другой в третьем веке нашей эры и сейчас. А ведь эти вещи остаются неизменными. И это позволяет нам здесь и сейчас в современном мире как бы соединиться с учителями древности посредством вот таких символических действий и символических форм. Ну, опять же, если мы говорим о основании даосской традиции, то мы не можем обойти таких его патриархов, как Фуси, который закладывает основу даосской традиции. Почему? Потому что он, по сути дела, приносит вот этот язык, мета-язык книги перемен. Вот. И как об этом сказано? В древности Баоси был правителем поднебесной. Когда смотрел вверх, тогда наблюдал образы в небе. Когда смотрел вниз, тогда наблюдал образы земли. Наблюдал узоры птицы, зверей и соответствие земли. Близкое брало себя, далекое брало вещей. Исходя из этого, вначале создал восемь триграмм, чтобы проникнуть в добродетель просветленного духа и распределить по родам суть десяти тысяч вещей. Создал узелки на веревках, сплел сети и селки, чтобы охотиться ловить рыбу. Ну и так далее. То есть вот здесь описывается, что, по сути дела, заложил описание мира под Фуси. И, как говорит Люй Дунь Бин, передача Дао Фуси вплоть до сегодняшнего времени, это досконально исследовать принцип, постигнуть Син и добраться до ним. Поэтому Фуси один из базовых родоначальников даосской традиции. Ну, нельзя, конечно, его оторвать от Шин Нуна и так далее, и так далее. Я сейчас не буду углубляться в детали. Но, тем не менее, Фуси закладывает основу даосской традиции. Хуанди, по сути дела, показывает пример. Ну, во многом это уже полумифические существа, да, это полумифологические существа. Потому что они уже являются образами, символами традиций. И Хуанди в своей жизни, Желтый Император, он свою жизнь, сама его жизнь, есть символ правления. Потому что он, с одной стороны, является правителем поднебесной, совершенным правителем поднебесной. С другой стороны, он таким становится, потому что он отправляется на... Первое, с чего начинает свое правление, он идет обучаться Дао. Он направляется к мудрецу Гуан Чанзы, вот, которого просит обучить его мудрости, чтобы правил он, исходя не из своих собственных личных представлений, а исходя из вот... Сущности Дао, высочайствующих сущностей Дао. Вот. И... Хуанди также приносит представление о жизни человека в согласии с естественными ритмами природы. Отсюда берется базовый принцип медицины и яншен, то есть поддержание здоровья человека и общества. Хуанди в то же время был новатором, потому что уже он, как бы, принимая поднебесную в ее совершенном виде, столкнулся с мятежом Чаюя. И он пытается этот мятеж как-то разрешить данный конфликт и получает от сокровенной девяти небес стратегии, военные стратегии, военное искусство, которое оказалось потребно сейчас. И которое позволило подавить мятеж Чаюя, но в то же время это военное искусство является традиционным для даосизма, потому что его задача не завоевать, не уничтожить, а прекратить насилие. В самом иероглифе У военная есть остановка насилия. Поэтому, опять же, вот этот новаторский подход при внесении нового искусства в даосскую традицию Хуанди, по сути, отвечает ее базовым ценностям. Это поддержание равновесия мира и Хуанди является воплощающим вот такого идеального правителя, служащего поднебесной. Ну и, конечно, Лао Цзи, который, опять же, все это для даоса абсолютно живые персонажи, живые учителя, основоположники, патриархи традиции, возможно, для ученых, для современных, это полумифологические образы. Но для даоса это совершенные люди древности, которым пытаются подражать. И Лао Цзи, он открывает сокровенные врата даосской традиции после его трактата Дао Цзин, который описывает путь постижения мудрости и путь правления, служения всему живому посредством этой мудрости. То есть, воплощение пути правителя, основывающейся на мудрости Дао. Вот Лао Цзи, по сути дела, формулирует вот это представление о Дао. И мы имеем в итоге начало такой вот уже целостной даосской традиции после Лао Цзи. После Лао Цзи часто школу называли там Хуан Лао Сюэ, то есть учение желтого императора Лао Цзи. Там учение Дао и Дэ. Это все разные названия одной и той же даосской традиции. И впоследствии даосизм приобретает два таких больших течения. Одно из них условно разделяется на два больших течения. Одно из них это Дао Цзя. Это более раннее, возникшее от Лао Цзи, Хуан Ди, что часто переводится на русский язык как даосская семья или даосская школа, потому что иероглиф Дзя обозначает семья, именно семья. Но, возможно, в русском языке несколько другое семантическое значение это приобретает. Это как бы такое внерелигиозное учение о Дао, которое самый главный фокус ставит на внутренней практике совершенствования. И впоследствии, откликаясь на потребности общества, появляется некое даосское учение, или, как часто говорят, религиозный даосизм, или организованный даосизм, правильнее было бы сказать. Это Дао Цзя, даосское учение, которое оформляется во времена поздней насти Хан, благодаря деятельности Джана Даулина, который основал в провинции Су Чуань школу Пятиковшей Риса. И здесь уже очень важным является не только внутренняя практика в Дао Цзяо, но и определенная обрядовая составляющая, позволяющая структурировать социальную группу практикующих. И опять же, это возникло в ответ на потребность общества, когда буддизм очень активно развивается в Китае. И даосы сейчас свою форму социального распространения знаний, социального взаимодействия, они приходят в такой форме Дао Цзяо. И сейчас это, конечно, очень условное зрение, потому что кто-то получает посвящение в формальное даосское учение, кто-то продолжает это практиковать в миру, кто-то на каком-то этапе жизни уходит в монастырскую практику, кто-то остается всегда в более светском обществе. Но суть это не меняет. Это два больших поля традиционных, которые существуют, и они взаимно перекликаются, они взаимно проникают. Также мы имеем две больших линии передачи искусства даосского совершенствования. Это школа молодого Ян Шао Ян Пай, которая развивается по линии Ван Сюань Фу, Джун Ли Цюаня, Лю Дюнь Биня, и впоследствии развивается в южную школу Нань Зунь, северную Бай Пай, ну и так далее. Центральную школу, это самое такое массовое движение совершенствования. И вторая группа, это вторая линия передачи, это Ин Сян Пай, школа скрытых бессмертных, которая от Ин Си, получившего от Лао Цзю передачу в Лоу Гуан Тай. И дальше передается, и здесь мы видим таких известных мастеров, как Дженсен Фэн, которые находятся в этой линии, и там Хуан Юэн Зи, то есть это такая линия скрытых бессмертных, которая тоже является традиционной, две больших традиционных линии передач. В каждой линии есть свои трактаты, свои описания, но опять же все они коренятся в тех основах даосского учения, о которых мы говорили. Из двух крупнейших направлений организованного даоси, мы говорим о Джен Идао, школе истинного единого, которая появляется во времена династии Сун, в качестве продолжения школы небесных наставников, и Чуан Жэнь, это школа совершенной истины, которую основал Ван Чуньян в XII веке, потом она получает свое широкое развитие, она во многом выбирает в себе южную школу даосизма, ну и в большей степени она такая организована, как монастырский даосизм. Опять про каждую из них можно много рассказывать, и традиционные школы, они могут корениться и там, и там, но правда в том, что очень многие наставники могут учиться и в одном направлении, и в другом направлении, представлять различные линии искусств, знаний и искусств, но опять же, корнями все они, если это традиционная школа, уходят к тому, о чем мы говорили. Ну и в завершение, хотел бы пару слов сказать про великого новатора, одного из великих новаторов даосской традиции, которого все мы искренне, ну все практикующие, во всяком случае, тайзи, глубоко уважают, это Джансон Фэн, который, по сути, являясь даосским подвижником, о следующем пути совершенствования, парного совершенства Синемин, достигшего высшего уровня реализации духовного бессмертного, он и получивших передачу от истинного человека Хоу Луна, основавшего там школу уданского совершенствования, он предлагает абсолютно инновационный инструмент на тот момент, который коренится в традиции. Это метод совершенствования и плавки великой инь, то есть тела, для практикующих, чтобы им легче было зайти на даосское совершенствование, на дао. В тот момент он уже видит, что путь совершенствования в дао очень непрост, он пытается облегчить людям, которые и так практикуют те или иные способы работы с телом, особенно людям воинского сообщества или людям культурным, которые так или иначе всегда изучали воинское искусство, он предлагает метод совершенствования, который скрыт внутри боевого искусства. И он, как пишет Ван Ланкин, господин Сан Фен, боясь, что начинающие изучать, а также мужи средних и низших способностей не смогут войти во ворота, создал долгий кулак Тайзи, чтобы передать ученикам в качестве врат схождения над истинной дороги изучения дао, лестницы восхождения к бессмертию. Вот это удивительный момент, что то, что когда-то Джан Сан Фен, исходя из единственной мотивации помочь людям, помочь достойным людям, достойным мужам и героям поднебесной, постичь, не понапрасну тратить свое время, чтобы изучать кончик и возвращаться к корню, он предложил метод, который до сих пор жив, и который на самом деле является уже глубоко традиционной формой изучения дао, если он, опять же, если он, опять же, не оторван от того корня, из которого он вышел. И Джан Сан Фен создавал его, конечно, не для того, чтобы люди обрежли сверхсилу, для того, чтобы они посредством внутренней работы смогли соединиться с основой даоцкого совершенствования и облегчить им путь становления на дао. Поэтому вот на этом, как бы, описание великого новатора даосизма Джан Сан Фена я бы хотел закончить вот эту беседу и дать вам пространство для размышлений на предмет о том, что для вас является вот эта самая традиция, как вы чувствуете себя в традиционной школе, традиционной практике, дать вам возможность тоже, ну, как бы, смотреть на это открытыми глазами, а не просто исходить из шаблона. Да, традиция передается стереотипным образом, но мы глубоко, мы можем глубоко исследовать, что именно мы, что именно передается таким образом и выбирать ту традицию, в которую мы заходим и основываться на ней. И, собственно, все эти беседы на то и направлены, чтобы включить наше собственное исследование, наш собственный путь согласования внутренних сердечных ощущений с тем, чем мы занимаемся. Большое всем спасибо. Пару слов для тех, кто практикует вместе с нами. К счастью, мы нашли новое место для нашей Дау-студии Сюань-Мэнь. Это центр открытый космос, там есть прекрасные залы для практики, там мы планируем арендовать определенное помещение, где будет перенесен дух нашей студии, он там тоже будет храниться и развиваться. И мы уже с 13 февраля возвращаемся к регулярным занятиям, они будут проходить по вторникам и четвергам в студии Сюань-Мэнь, в центре открытый космос, там же будут проходить и наши холотропные дыхания, там же будут проходить интенсивы, связанные с Дауской практикой. Мы хотим раз в месяц как минимум один день посвящать углубленному занятиям, ну хотя бы 6 часов в день, связанных с практикой. И естественно все наши чайпития, беседы, встречи тоже надеюсь в этом пространстве мы развернем в полном объеме. Огромное всем спасибо за внимание, пожалуйста пишите ваши комментарии, пишите вопросы, соображения, все это здорово, если это живой отклик, это живое общение и живое взаимодействие, потому что традиционно является ценным только когда она живет здесь и сейчас с нами в нашей жизни и удовлетворяет наши собственные потребности, которые мы реализуем благодаря ее. Всем большое спасибо и до встречи в оффлайн и онлайн. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok